Не просто библиотека, еще и арт-резиденция. Шкаф – это место, где книги соседствуют с произведениями художников, а технические возможности позволяют легко трансформировать пространство. Одним из концептуальных элементов нашего пространства являются шкафы. Они необычные. Помимо функции хранения книг, они также выполняют, как можете заметить, функцию зонирования пространства. Например, если у нас проходит несколько мероприятий в одном помещении, мы можем повернуть шкаф и таким образом сделать их изолированными. Очень удобно. Позднесоветское здание в Красногвардейском районе модернизировали два года назад. Сегодня шкаф – образец библиотеки будущего. Сдать книги можно в любое время суток, даже глубокой ночью. Взять новые, приложив читательский билет к стойке саморегистрации. Это просто экономит время. И читать таким образом самостоятельно, взаимодействовать с библиотекой, и ему не требуется идти за помощью библиотекаря, потому что он просто мобильно приходит и записывает. На полках тысячи изданий на любой вкус и возраст, а с каждым месяцем книг становится еще больше – на 300 экземпляров. Не потеряться в этом многообразии помогает арт-каталог. Он загружен в медиастол. Можете воспользоваться рекомендательным сервисом «Лайфлип». Каким образом это работает? Вы регистрируетесь, переходите по QR-коду, и рекомендательный сервис подберет подборку книг, которые подходят именно вам из фонда нашей библиотеки. То есть, если мне нравятся триллеры, он мне последние самые триллеры покажет. Подберет самые лучшие. В камере хранения можно оставить вещи или зарядить мобильный телефон. На втором этаже есть места для работы. Мультимедийные технологии, лекции, выставки, концерты – все служит одной цели – привлечь внимание посетителей к бумажным книгам. И это работает. С начала года в библиотеке «Шкаф» зарегистрировались 6 тысяч новых пользователей. В ногу со временем идет и первая в стране общедоступная библиотека – российская «Национальная». Последние четыре года в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом Владимиром Путиным, оцифровывают книжные памятники, рукописи, карты, гражданскую литературу, виртуальная коллекция доступна на сайте учреждения. Вот для чего, собственно говоря, этот проект. Для того, чтобы те книги, которые простой человек никогда в жизни не смог бы, согласитесь, прочитать, потому что трудно прийти в библиотеку. Потом в отдел рукописи тоже не каждого пустят. Зайдя на этот портал, он может спокойно ознакомиться и со стромированной Евангелием, и с лаврентьевской летописью. В фондах РНБ 40 миллионов единиц хранения. В цифру перевели пока только 2%. Сейчас готовятся к масштабному проекту оцифровки библиотеки Кирилла Белозерского монастыря. Это полторы тысячи уникальных книг. Вот одна из них с характерной надписью на титульной странице. Специалисты не просто отсканируют каждый рукописный том, но и создадут 3D-модель знаменитой библиотеки, чтобы любой читатель мог совершить по ней виртуальную экскурсию. Мария Маченко, Сергей Фролов, Юлиана Говорова, Олег Христов. Новости. Телеканал. Санкт-Петербург.